В современном обществе становится все более актуальным форматирование текста, то есть его изменения. Не каждый текстовый процессор способен полностью удовлетворить нужды человека в наборе текста. И сегодня мы рассмотрим одну из программ, это Microsoft Office, а точнее попытаемся приобрести его за сущие копейки. В интернете много предложений о продаже подобного программного обеспечения, но оказывается это не дешевое удовольствие. Наиболее подходящий под мое описание программа это Microsoft Office, точнее пакет программ, в который включены текстовый процессор, электронные таблицы, почтовый клиент и так далее. Многие скажут, зачем покупать Microsoft Office, если можно воспользоваться бесплатным аналогом, либо же установить пиратскую версию, взломанную Кейгеном. Ответ очень прост. Бесплатные текстовые процессоры не удовлетворяют полноценным требованиям современного человека. А установка Кейгенов это конечно дело каждого, но могу сказать из личного опыта, что Кейген это сомнительная программа, которая конечно же дает вам бесплатный доступ к полноценной версии Microsoft Office, но все же она является службой фоновой, которая работает постоянно, отправляет какие-то данные периодически, что является очень сомнительной вещью. Именно поэтому сейчас мы попытаемся очень дешево купить полноценный пакет Microsoft Office. А речь пойдет именно о Microsoft Office 365. Данный продукт Microsoft продает не единоразово, а по подписке. То есть ежегодно вы должны заплатить вот такую вот сумму, чтобы один год пользоваться всеми возможностями пакета Microsoft Office. Вы можете задать вопрос, почему мы рассматриваем именно Microsoft Office 365, а не Microsoft Office 2019. У них есть одно огромное отличие. При покупке Microsoft Office 2019 вы получите единовременную версию программы, которая не будет впоследствии обновляться, в отличие от Microsoft Office 365, которая будет во время всей подписки обновлять ваше программное обеспечение, соответственно выходу новых приложений. Это я считаю главное отличие и других рассматривать даже и не стоит между Microsoft Office 365 и 2019. Не будем тянуть резину и посмотрим, какие варианты нам доступны для покупки дешевого пакета. Я посещаю сайт ebay. Данный сайт достаточно честный и продавцы на нем честные. Сколько я не покупал здесь товаров, виртуальных все приходило вовремя, ничего не крали, все было хорошо. А покупал я несколько продуктов операционной системы и несколько продуктов Microsoft Office. Цены существенно отличаются от тех, что на других сайтах. Конечно же мы получим скорее всего бэушный аккаунт, но нам этого будет достаточно. И использовать мы его сможем полноценно. Еще раз напомню, что нас не интересует единовременная версия офиса, то есть пример 2016 или 2019. Нас интересует именно офис 365. Опять же здесь много вариантов. Мы выберем один из самых дешевых. На что здесь стоит обратить внимание? А внимание стоит обратить на то, что он должен быть мультиязычным. Иначе просто-напросто может не оказаться вашего языка. А юзать программу, к примеру, англоязычную, плохо зная английский язык, будет некомфортно. Вот один из вариантов, который я нашел. Обещают пожизненную подписку на 5 устройств, 5 терабайт памяти в облаке OniDrive. Это очень много, к вашему сведению. Насколько это правда, мы узнаем только попробовав купить этот продукт. Я выбираю, кстати говоря, того продавца, который продал максимальное количество копий, так как доверие этот продавец вызывает больше, чем другие. Сейчас нам нужно будет заплатить и смотреть, что произойдет дальше. Ну что ж, проверим на моем примере, возможно ли купить за такую небольшую сумму Microsoft Office, который будет у вас постоянно, с безграничной лицензией. Прежде чем перейти к покупке, рекомендую вам авторизоваться на сайте или зарегистрироваться, если вы этого не делали ранее. Чтобы позже было все проще процесс. И, конечно, перейдем непосредственно к покупке. Нажимаем купить сейчас. Выбираем систему оплаты. Способ доставки, кстати, электронный. То есть, вам на почту придет данные от аккаунта. Выбираем способ оплаты. Если у вас нет аккаунта на PayPal, то можете его завести. Это тоже очень быстро. Добавить там платежные реквизиты. И спокойно оплачивать покупки на eBay. Итак, данные я свои ввел с горем пополам. Так как в России новый закон, и нужно предоставлять личные данные, пришлось немножко помучиться. Ну да ладно. Жмем подтвердить и оплатить. Итак, денежка была списана. То есть, расчет был завершен. Теперь нам остается лишь дожидаться, когда нам придут покупки. Итак, не прошло и полминуты. Как мне уже продавец прислал логин и пароль от учетной записи в Microsoft Office. Войдя в нее, мы получим нашу подписку на Office 365. Письмо я показывать вам не буду, так как там логин и пароль, которыми я буду пользоваться в дальнейшем. Также мне пришло несколько писем о том, что счет оплачен, заказ отправлен и так далее. В общем, пока все идет хорошо. Я тоже решил показать вам письмо. Копируем логин и пароль. И проверяем, не обманул ли нас продавец. Как выясняется, что нет, не обманул. Написано, что требуется сменить пароль, так как это ваш первый ход в систему или срок действия пароля истек. Вводим текущий и новый для себя. Записываем в укромном местечке и продолжим. Итак, ну что же, мы попали в наш новый профиль с Microsoft Office 365. Здесь небольшое количество подсказок нас ожидает. Вот такое количество приложений. Здесь находится. Также мы можем пользоваться документами онлайн. А также установить на свой компьютер программу Office. Давайте попробуем установить. Выбираем приложение Office 365. И пошла загрузка. Я так полагаю, что это онлайн-установщик. В Windows 10 можно пойти другим путем. Здесь есть стандартная программа «Мой офис», при входе в которую нам предлагают войти в аккаунт. То есть мы входим в тот аккаунт, который получили. Ну что же, программа открылась. Здесь мы можем посмотреть и установить отдельные программы, точнее элементы офиса. Продолжаем просмотреть редактируемые документы и установить сам офис. В данном случае 2016-й, пока последняя версия. Жмем «Установить офис». Здесь у нас спрашивают, что мы будем устанавливать. Выбираем язык, версию. И жмем «Установить». Получаем все тот же файл. Ну, в общем, остается перейти к установке. Ну что же, установка началась. Есть один вопрос, скорее всего, у вас. Можно ли ставить данное программное обеспечение на Windows 7, 8, 10, на все из перечисленных версий операционной системы. Данное программное обеспечение устанавливать можно. И на 7, и на 8, и на 10. Весь процесс установки офиса показывать не буду, так как видео и так уже затянулось. Установится, покажу вам просто результат. Пока продолжается скачивание установочных файлов, то есть процесс всей установки, давайте с вами посмотрим, что из себя представляет этот купленный нами аккаунт. Перейдем в сведения обо мне. Я уже нажал эту кнопочку. И здесь мы можем видеть, что нам дает Microsoft Office 365. Во-первых, это возможность установить 5 экземпляров программы, то есть на 5 компьютеров. И это достаточно хорошо. А куда мы можем устанавливать данные программы? На компьютерах с операционной системой Windows, macOS, на планшеты и смартфоны. Далее. Какие подписки мы имеем? Вот здесь есть у вас список лицензий, где мы можем посмотреть, что входит в комплект нашего пакета и прочую информацию. Сколько раз устанавливалось программное обеспечение и так далее. Кстати говоря, по установленным приложениям мы можем видеть, что данный аккаунт новый и никем не использовался. Так что назвать его бэушным мы тоже не можем. Судя по подпискам, я просмотрел в интернете, данные подписки являются безвременными. То есть через год нам не придется продлевать подписку. Так что все обещания продавец свои сдержал. Теперь нам только осталось посмотреть после установки, что мы получили фактически. Программа завершила свою установку. Теперь в пуске мы можем найти все установленные приложения Microsoft Office. Это Word, PowerPoint, Excel и так далее. Все они расположены по алфавиту и их можно здесь найти. Посмотрим, что мы теперь можем сделать. Теперь мы можем создавать любые из перечисленных документов и редактировать их. Запустим, для примера, Word. Я уже авторизовался здесь, в программе Word, чтобы получать синхронизацию всех документов. А также производить подробную настройку программы. Давайте с вами посмотрим информацию о программе. Здесь, кстати, можете отключить автоматическое обновление. О программе. Здесь мы можем видеть, что у нас установлен Word 2016. Также какая сборка и разрядность. Данная сборка является последней, в чем мы можем убедиться. Что у нас установлена последняя версия данной программы. Все функции Word показывать я не буду, потому что не эта тема у нас на повестке дня. Что хочу еще сказать в заключении. Мы с вами рассмотрели, что такое Microsoft Office 365. Как его можно купить очень дешево. Весь процесс установки. И что он из себя представляет. Также сравнили его с 2019 версией. И напоследок рекомендация. Тот аккаунт, что вы получили, необходимо изменить. А изменить именно все пароли, все данные и так далее. Чтобы возможность украсть была наименьшей. Надеюсь, что я помог вам. Что ролик был информативный достаточно для вас. Но дальше, конечно, решать вам. Пользоваться дальше какими-либо другими приложениями. Устанавливать кейгены. Или покупать продукты. Такие, как купил я. В принципе, данный продукт мне не столько был важен, сколько было важно показать вам весь процесс от А до Я. О покупке и использовании Microsoft Office 365. Спасибо за внимание.